Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен, как ни странно, мытью посуды. Слушайте, ну обыкновенное дело, которому учат детей с самого детства. Только там стульчик подставили до раковины, достал и уже там чашечку какую-то ребеночек трет. Это очень правильно. Маме, папе надо обязательно в этом деле помогать. Однако мытье посуды не такой уж простой процесс с точки зрения химии, микробиологии, а также экологии. Конечно, маркетологи работают, работают в поте лица для того, чтобы заставить вас покупать какие-то определенные продукты. И фейри, там жидкие средства для мытья посуды, конечно, затмили наши старые способы очистки посуды от остатков пищи, от жира, от белка, от всех наслоений, которые там есть. Для меня, как для микробиолога и эколога, главенствующую роль играют такие факторы, как, ну, конечно, чистота, в том числе микробиологическая чистота посуды, а также экологический след, который оставляет за собой то или иное средство гигиены, в том числе и в части мытья, уборки, мытья посуды. Что такое жидкое средство для мытья посуды? Это алкилсульфатные соединения, поверхностно-активные вещества, плюс масса различных добавок, которые отличаются от одного средства к другому. Они недорогие, они хорошо дозируются, они дают хорошую пышную пену, обладают хорошим моющим эффектом, и, как следствие, сейчас в подавляющем числе случаев используются для мытья посуды. Однако уже протрубили давным-давно, и хорошо известно, что отмыть от остатков этих алкилсульфатов бывает посуду очень и очень сложно. Небольшое количество этих алкилсульфатов вместе со всеми примесями, которые здесь есть, лаурилсульфат, додецилсульфат, да, вот эти алкилсульфатные соединения, производные нефтепродуктов, они, конечно, попадают в наш организм глобально, за один раз они там ничего не меняют, однако с течением времени, с накоплением этих веществ ничего хорошего в нашем организме с ними не происходит. Кроме того, попадая в окружающую среду, особенно там, где нет централизованной очистки воды, они попадают в окружающую среду в неочищенном, не переработанном виде, попадают в водоемы, оказывая крайне негативное, ужасно негативное влияние на водную биоту и на растения, и на все те организмы, которые обитают в водоемах. В почве тоже ничего хорошего нет. Конечно, мы иногда используем жидкое мыло для того, чтобы наносить его в нашей садово-огородной практике на растения, однако концентрации, которые мы используем в ходе защиты растений, ухода за растениями, не сравнимы с теми количествами, которые мы отправляем в окружающую среду при мытье посуды, ну и мытье других каких-то поверхностей в доме. С точки зрения микробиологической очистки, вот эти вот средства на основе алкилсульфатов, жидкие мыла, они являются, пожалуй, наименее эффективными, в наименьшей степени способствуют микробиологической очистке. С одной стороны, микробы не надо демонизировать, среди них есть огромное количество безвредных, а также полезных для нашего здоровья микроорганизмов. И наш иммунитет вполне вроде бы справляется с этой микробиологической микробной чужеродной нагрузкой. Однако в наше неспокойное ковидное время микробиологическая нагрузка вкупе с необходимостью хорошо все смывать для того, чтобы не давать дополнительную химнагрузку на организм, является достаточно актуальной. Ну, в продаже для того, чтобы немножко облегчить жизнь хозяйкам и тех, кто оборачивается лицом к окружающей среде, стали выпускать вот такое вот жидкое хозяйственное мыло. На самом деле, ну в 90% случаев, наверное, это жидкое хозяйственное мыло никакого отношения к хозяйственному мылу не имеет вообще. Почитайте состав. Там слово «мыло» может и вовсе не употребляться. И если вы не видите здесь слово «мыло», и мыло здесь не на первом месте после воды, то в этом случае это точно такое же хозяйственное средство на основе алкилсульфатных соединений, да еще туда дополнительно чего-то напихают. И, в общем-то, не стоит соблазняться вот этим коричневатым оттенком, который похож на раствор хозяйственного мыла. В то же время само по себе хозяйственное мыло вот такое обыкновенное, не белое, да, не с отбеливающим эффектом, не с оптическими добавками, там не с отдушками. А вот такое обычное хозяйственное мыло является, пожалуй, лучшим средством для использования в домашних условиях. Казалось бы, боже мой, открыл Америку, но этим хозяйственным мылом пользовались еще до войны, понимаете, а может, еще и раньше. Но, однако же, оно все еще остается очень актуальным и очень эффективным для ухода за и посудой, и поверхностями различными, в том числе и для стирки. Конечно, у этого хозяйственного мыла, кускового, есть недостатки определенные. Оно может неприятно пахнуть иногда, но выбирайте то, которое лишено этого гнилостного, неприятного, тухлого запаха. И оно, конечно, продается в куске. И поэтому держать там вот такую вот тарелочку возле раковины не всегда бывает удобно. Там мыльницу какую-то, оно раскисает, у него нет эстетичности вида, да, надо тереть это мыло губкой для того, чтобы там намылить эту губку. То есть, ну, какие-то лишние движения, которые современные хозяйки не очень-то любят. Однако же из него легко сделать действительно жидкое мыло. Все, что есть хорошего в этих средствах для мытья посуды коммерческих, это флакон, конечно, вот такой с дозатором. Ну, то просто закончится у вас такое мыло жидкое, да, и вы просто берете столовую ложку натертого мыла, заливаете его примерно 300 мл воды, дожидаетесь разбухания, можете еще немножко добавить или разбавить, в зависимости от того, какая консистенция, в зависимости от качества мыла зависит. И используйте точно так же с дозатором этот раствор хозяйственного мыла. Хозяйственное мыло является производным жирных кислот. Это соли жирных кислот, абсолютно биологические, абсолютно естественные компоненты окружающей среды. Попадая в окружающую среду, они очень быстро подхватываются микробами, подвергаются микробиологической переработке. И, в общем-то, до канализации, там до стоков, до попадания в окружающую среду и не доходят. Именно поэтому, именно хозяйственное мыло я всегда предпочитаю использовать в рецептах по уходу за растениями. Будь то мыльно-масляная эмульсия, будь то использую в нее как прилипатель, эмульгатор и так далее. Хозяйственное мыло всегда у меня на первом месте. Ну, для садовых дел еще и зеленое мыло подходит, ну, а для хозяйственных дел – хозяйственное мыло. Пожалуйста. Я как эколог, я как микробиолог, я как биолог дипломированный и, наверное, с неплохим образованием и достаточно широким, просто вас призываю, максимально избавьтесь у себя в доме от подобного рода средств бытовой химии, какими бы удобными они вам не казались. Хорошо пахнут, руки не сохнут там и так далее. Однако же, вот обыкновенный кусок хозяйственного мыла является гораздо более и эффективным, и безопасным. И даже если он не смоется до конца с тарелки, никакого вреда и урона в этих количествах он вашему здоровью не принесет. Ну, и обязательно хотел я упомянуть о том, что когда вы приносите фрукты из магазина, из магазина общего пользования, где к фруктам имеют общий доступ любые люди, перещупывая, перетрогивая их столько, сколько им захочется, обязательно, приходя домой, мойте их обязательно хозяйственным мылом. Конечно, еще раз повторюсь, что вонюченькое хозяйственное мыло может оставлять на их поверхности даже запах, поэтому выберите, ну, то, которое вот это уже не пахнет, вот это, а бывает такое, что тухлятиной пахнет. То есть просто выбирайте качественное хозяйственное мыло, натуральное, для того, чтобы использовать в быту, и особенно сейчас, когда вопросы гигиены стали как нельзя актуальны, в связи с этой нашей модной болезнью. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok